Спасибо, депутат Митрохин. Я хочу обратить внимание на дозрительное отсутствие в числе записавшихся членов фракции «Единая Россия» и «Новая Москва». Выбрана тактика отмолчаться, что ли, от этого вопроса? Я предложил такие аргументы, которые, как мне кажется, не дают права ни отмолчаться, ни проголосовать против этого закона. И о правозащитных, гуманистических аспектах уже было довольно много сказано, поэтому я не буду повторяться. Но есть аспект патриотический, вот его я хочу подчеркнуть. Ведь патриотизм объявлен нашим президентом национальной идеологией. Патриотизм базируется на памяти о Великой Отечественной войне и победе в этой войне. Вот одной из составных частей этой победы была амнистия, которая была объявлена в связи с победой над нацистской Германией в 1945 году. Да, в дальнейшем эта традиция прервалась немного, хотя в советское время была только одна амнистия. Я думаю, что после 1945 года она была в 1955 году, но я хочу обратить внимание, кого амнистировали в 1955 году. Если кого-то напугали какие-то категории лиц, которых мы предлагаем освободить из местных заключений, я хочу обратить внимание на амнистию 1955 года. Там амнистировали лиц, сотрудничавших с оккупантами, что может быть, казалось бы, страшнее, чем люди, которые помогали гитлеровцам. Их, даже Советский Союз, следуя вот той традиции, заложенной в 1945 году, он их амнистировал. Ну а теперь что мы имеем? Эта традиция была возрождена в 1995 году, а именно амнистия в День Победы, и продолжалась до 2015 года. А теперь что-то мы ничего не слышим о том, что президент России собирается вносить в список по амнистии на очередной юбилей Великой Победы. Почему-то вдруг мы об этой чисто патриотической традиции вдруг забыли. Неужели это правильно, уважаемые депутаты? Я считаю, что это совершенно неправильно. Если президент забыл о такой важной вещи, то, мне кажется, ему надо напомнить об этом. И мы, как столица России, в данном случае выполняем эту миссию. Мы должны возродить эту глубоко патриотическую традицию, которая одновременно является гуманистической, что, к сожалению, в нашей исторической практике редко случается такое редкое сочетание. Это вот уникальная традиция. И в этой связи, конечно, я предлагаю исправить ту несправедливость, которая вот-вот будет допущена, если в 2020 году не будет объявлена эта амнистия. Ведь огромное количество людей, не только находящихся в местах заключения, но их родственников, они что подумают про наше государство, если не дождутся этого? Они скажут, а в этот раз амнистию зажали. Правильно ли это, уважаемые депутаты? Мне кажется, что совершенно неправильно. Можно сомневаться по поводу каких-то отдельных категорий амнистируемых граждан, предлагаемых нами. Но эти сомнения можно урегулировать ко второму чтению. Но если вообще не будет никакой амнистии в 2020 году, я считаю, что это будет измена традициям патриотизма нашего государства и традициям гуманизма. И этого нам не простят будущее поколение россиян. Спасибо.